Сейчас время Игнатия Тихоновича, пожалуйста, забывайте вопросы. С миром, брат Александр. Значит, смотрите, сестра Девора задает вопрос. Насчет Саула не поняла. Саул же погрешил, что обратился к гадательнице. Как его привел Господь к себе через именно волшебницу? Об этом сейчас говорил как раз Феофилакт. Можете ответить сестре на вопрос? А тут рассуждать нужно не как сектанты рассуждают, что власти безбожным Бог не дает над злыми духами. Она ведьма. Так вот, есть прямая речь и слова автора. И сказал Самуил. Мы можем соглашаться, не соглашаться, что сказал, но сказал Самуил и дальше двоеточие. А что он сказал, это воля Божия. Другой возможности не было, чтобы его держать за узду и показать, какие страдания он примет. Рассуждений каких нет, это воля Божия. Бог не говорит, зачем он сотворил дьявола, почему его не запер, почему не уберет его. Зачем лишнее говорить? Надо брать то, что есть. Повторяю опять же, Псалом 130. Это самая глубина. Господь останавливает. Не вникать в это. Но сказал, и именно не злой дух явился, а Самуил. И сказала ведьма. И там прямая речь идет. И сказал на это Саул. Сказал он, а не кто-то другой. Все на этом. Я много раз... Сергей Тихонович, получается, что Саул, он бы мог просто покаяться, но он этого не сделал. Да, так получилось? Ну, не сделал, не сделал. Главное, сектанты, 50-ти субботники, говорят, не может явиться кто-то с того света и разговаривает. Да, притом, ведьма, какой он имеет право? Не надо это говорить. Написано, и сказал Самуил. Самуил не дьявол сказал. Чего тут непонятно-то? Это слова, которые он говорит, ты можешь оспаривать. Но что именно Самуил, нельзя оспаривать. Это слова Духа Святого. Вот и все. Так, братья, вопрос задает сестра Тавифа. Так, отец привлекает тех, которые имеют способность по их произволению, а тех, которые сами себя сделали неспособными, не привлекают к вере. Не могу еще понять. Отец привлекает доверие в него. И каким способом? Это вот брат Антоний задает этот вопрос. Непонятный вопрос-то даже. Почему Бог берет неугодные сосуды и через них привлекает на добро? Вот, наверное, да. Вот этот, да я так подумал. Опять же, это тоже самый вопрос, только с другой стороны. Это воля Божия. А с лица заговорила вдруг человеческим голосом. Любой тебе заолог скажет, что у нее язык так устроен, что он не может произнести эти звуки. А чтобы звуки произносить, язык должен менять положение, скрючивать, сделать трубочкой. Сказала, значит, так оно и есть. А как она могла? Ну, Бог это делает. Он не видит. А у вас лица видит ангела. И разговаривает он с ней. У нее одно предложение дальше. Я тебе не слушалась раньше. Не было такого. А сейчас, ну, открой глаза. Ты видишь ангел с мечом. Куда же идем? Тут ничего. Вопроса никакого нет. Надо просто принять. Дело необычное. Мы в житиях святых считаем, что голуби разговаривали. Кони разговаривали. Я могу симфонию посмотреть. Это Бог так делает. Это Божья воля. Вот так. Поэтому неугодный человек там. Да, неугодный. Господь показывает, что для него преград нет. Ну, каяк поговорит. Лучше, чтобы один умер. Так как он может пророчиться всемирного значения, говорит? И, может, рта раскрывать не надо. А вот святые были, никто не сказал. А он произнес. И, притом, автор говорит, будучи на тот год первосвященником, он не просто сказал. Его язык Господь повернул куда надо. С этим надо соглашаться без вопросов. Так сказал Господь. Не надо мучить себя. Почему? Зачем этот вопрос? Как говорят, солнце четвертый день, а свет появляется в первый день. Как это может быть? Туманность антромеды, как может быть? Астрономы говорят, что она миллиарды лет до этого была. Но только распутан как облако. А потом она приняла форму путем вращения. Но это сегодня объясняют. Но мы легко можем принять это. Существует ли загробная жизнь? Вот доказательств это мало какие. Умрешь и говорит, узнаешь. Я жду вопросов. Благодарю. У меня все. Вопросов нет. Пожалуйста, братья и сестры, задавайте вопросы. Вопросы. Говорите. Игнатий Тихонович, мир вам. С миром. Тут просто сестра Тавифа такой вопрос просто задает. Его неправильно сформулировали. Она вот просто не может понять, почему... Ну, понятно, когда этот Отец Небесный привлекает тех, кто ищет веру. А тех, кто не ищет, отвергает. Но она просто не может понять, почему Отец привлекает людей еще до веры в Него. И какие способы он применяет. Ну, почему это происходит? Понимаете, эти вопросы запредельные. Это Его воля. В очреве Якова возлюбил, а Исаа возненавидел. Ну, как это? Это будущее. У Бога нет завтра. У Него нет вчера. У Него все время, только сегодня. И поэтому нам никогда не войти во временную форму божественного разумения. Он это видел, и Он побудил Его к этому. Много званых, но мало избранных. Я вот сколько с ближними разговариваю, как обратился. На этом все. Или не обратился, или засох на первой ступеньке. Почему-то у нас разговора не идет о крещении Духом Святым. Я крещу в воде, а идущий за мной крестить будет Духе Святом. Вообще эти слова не видят никак. У православных никак оно не объясняется. А оно объясняется благовестием. Дух Святой коснулся Девы Марии, она заговорила. Анна коснулся Симеона, сразу заговорили. Заговорили. А это молчит. Великая молчальница православная церковь. Кто ее основывал? Мне по-другому нельзя отвечать. Я православный. Замаленько за грань только шагни, и ты все потеряешь. Я просто принимаю как данность. Бог сказал. Песня поется. Партия сказала, комсомол ответил. Есть. Целину поднимали когда. Я вопроса не вижу здесь. Вопроса тут нет ничего. Почему-то один обращается, а другой нет. Много значит, какое воспитание было в самом юном возрасте. Сегодня приводили пример. Это Лев Толстой сказал, я не расслышал. До четырех лет, он говорит, половина, что у меня есть, 82 года ему. Половину этого я получил до четырехлетнего возраста. У него воспитатели были, гувернантки. До четырехлетнего возраста. А у нас до четырехлетнего возраста. Он только на велосипеде катается, да на качелях качается. У нас как? К бабушке на лето. Вы посмотрите, как в еврейских семьях воспитывают. У него и бабушка, и дедушка есть. В интернете показывают. Если надо, тут легко это найти где. Вон сидит, дед, дает ему что-то читать. Он считает. Дед радуется, дарит ему книгу, а потом показывает, открывает счет ему и показывает, сколько уже положено на деньги ему. И поэтому он побыл у бабы, допустим, неделю. Сынок, надо учиться. Да баба, каникулы. Не забывай, ты еврей. Да кого он соседний, Юрка, бегает целыми днями. Не надо смотреть на них. Гои, они ничего не знают. Они рабы. Мы, посланники Егобы. Учиться надо. Ты должен знать минимум два языка. А они ничего не знают. Нам Бог верил, они нам дары принесут эти цари языческие. Они с детства вкладывают в него это. И чтобы в полном возрасте придет, он бросил все и пошел куда-то гулять. Этого нет. У нас даже бороду не трогай, и то с ума сходят. Да как на меня будет смотреть тогда? У него песни эти, косички на висках. И он уже знает, что ему носить шляпу. Откуда это пошло? Дело в шляпе. Дело с евреями иметь надо. В шляпе. А почему в шляпе-то, не в пуражке? Потому что она на еврейской голове. Может, кому-то непонятно. Я просто на уровне обыденной сегодняшней жизни говорю. Кому сказал, в какое время, какие события были. И сегодня они все это показывают. И как они поют. Да у нас, чтобы столько мальчиков было. Да, они будут петь. По коням, по коням, по коням. И коней не видали, ничего нет. Они не об этом поют. Откройте. И хор мальчиков еврейской. И дальше юноши поют отдельно. Другое. Они псалмы поют. У нас когда псалмы? Какой? Кто? Ну, шляпин только пропел веру этой. На этом все ныне отпущаешь. Ну, у нас разница большая-большая. Его день и ночь учат этому. Даже он, видно, бестолковый, ничего. Диплом получишь. С кабинетом в кабинет будешь носить записки, будешь получать, что надо. А то у нас еврейка была. Приняли ее. А она мессианская оказалась. И когда Бога истина, Бога истина, она не поет. Спросили. Почему? Ну, у нас не принято так. И она, когда со мной переписывалась, она меня решила уколоть и говорит, вы любого жида за поезд заткнете. Особенно вот эта одежда ваша начала показывать. Заплата на заплате вам дела нет. Но должен щеголем выглядеть. Еврейка. Фаина Соломоновна. Королева. У них фамилии-то какие есть. Королевая. Фамилия нежная. Александр Иосифович. Писатель. Хороший. Ну, все. В Божий промысел не заходите в Божий промысел. Так Бог установил. У нас в семье десять детей. Десять аромы у отца. Меня Господь первого коснулся. Через меня другие услышали. А брат старший, он ему не надо. На этом и кончил. Это Божье дело. А я смотрю, они все лучше меня. А Бог очистил. Другой сосуд теперь. Договорите. Миром Владимир Владимирович. Все печатается. У меня все в архив идет. Годовой. Годовой. Там тысячи страниц. И каждый день я собираю это все. И запустил. Один год не могу найти третий год. Так и не нашел. Где-то в архивах. В другом месте. Что мог только. И по крещению посмотрел. Нету. Кто сказал. Никогда я об этом даже не думал. Может быть. Кто-то говорил. Но. Не святые отцы. Но теперь-то можно так сказать. Как Феопан Затворник вроде бы. Ну и так понятно-то. А почему не погрузить-то? Поэтому это очень настораживает. Не блоха, а блошиный глаз. То есть. Заранено тренировать человека. Что он садился. Вода сверху его была. Сантиметров у нас 30. Так Владислав. Я ваши просьбы с удовольствием бы выполнил. Но найти ничего не мог. Да. Берет. Да. Годовые. Годовые. Которые у меня заканчиваются. И дальше. В течение года. Один файл идет. Ну. Если даже и было где-то. Автор я не искал. Я услышал. Сказал. Потому что я с этим согласен. И меня автор меньше всего значит. Я сегодня с Володей ходил коров пасти. Трава хорошая. Трава хорошая. Отава называется. Коскосят. И везде все сухое. А это вновь дожди идут. Она зеленая такая. И называется Отава. Отава. Как будто бы столица Канады. Как у вас погода Игнать Тихонович там? Ну. Сегодня обещали дождик. После шести. Вот сейчас шесть пройдет. Посмотрим. Погода. Нынешне. Даже не знаю когда была такая. Трава вот такая вот. Выросла. Тыквы там такие. Еще на заборе цветы тыквенные. Ну. Через день больше дождей. Притом. Ну. Гроза это редко. А так моросит. И как Игорь говорит. Убирать будут. И вдруг раз. Несколько дней. И все. Поля пожелтели. Пшеница. Хорошая погода. Я разулся. Босиком ходил. Вспоминал. Как сказать. Детские годы свои. Мы босиком ходили. И где скошенное. Колет. Поэтому там бежать надо бегом. Потому когда же бежишь бегом. То тело у тебя вперед. И которое под ногами скошенное. Ты ее придавливаешь. А когда тихо. Ты сверху наступаешь. А то мы потом поняли. И когда наплывает дождь. Мы с тобой раздевались. Все от себя снимали. Бутилок и под себя. И ложись. А тебя по спине там может быть играть долбит. Перетерпим. Зато я в сухое оденусь. Вот такой образ. Да я спасительствую снес. Интересно. Да. Сегодня мы с Володей были. Он даже. Я попросил снимки сделать. Взяли шарика с собой. Песик маленький. Но такой умный. И главное. Володя. Я говорю. Вода то есть. Смотри. Жара какая. Как раз в это время. У меня компот. Я говорю. Делай пригорчные руки. А я ему бутылку Володину взял. И давай ему наливать. Он лакает у него с этой. Первый раз наверное компот. Понравился ему. И лезет в траву. И подкопает под нее. Чтобы тень была. А в крапиву не лезет. Обжигался видать. Так. Вот так. Владислав. Выполнить ваше задание не смог. Оно. Я не искал. Николай. Николай еще. Да. Слышно меня? Я слышу. Да. Вот тут вот в чате. Вот как раз ответ на вопрос брату. Таким образом. Таким пророком. Знающим Божию тайны. Был и Святой Косма. Это Лийский. Слова. Слово второе. Честные отцы. Вам нужно иметь в церквах большие купели. Чтобы ребенок весь помещался в них. И никакая часть его тела. Даже размером с глаз. Блохие. Не оставалось неомытым. Поскольку и туда способен проникнуть сатана. И из-за того. Что ваши дети неправильно крещены. Они потом беснуются. Деревизированы. Одержимы во власти демонов. Имеют страхи. Становятся ломатиками. Убогими. Другие варианты перевода. Несчастные. Неудачные. Неуспешные. Вот это Лийский. Ну напишите потом. Напишите в общее. Пошлите. Чтобы другие списали. А вот это в чате. В чате. Сестра Девуэра прислала. Ну какая. Что я в чате. Молодец. Последнее сообщение. Вот видите как. Ответ все-таки нашелся. Ищущий стучащему отворят. Ищущий находит. Ну это. Выражение такое. Что серьезно надо относиться. А не так. Ухватятся за борт. И рука остается. А я говорю. Это рукой он воровать будет. Она не освященная. А священник-то должен смотреть. У нас тоже хватается. Заперело. Но батюшка все убирает. И под воду. Никого не отмолиться. Для любящих. Для любящих. Слово Божье. Не важно кто автор. А вот. Трои для некоторых. Имеет значение. Поэтому вопрос такой. Кого? Это вопрос задаете? Нет. Вы сказали. Игнатий Тихонович. Что мне не важно. Кто это сказал. Вон на что сказал. Да. То есть. Смысл. Заново. Это потому что. Вы любите Слово Божье. Вам и Слово Божье. Достаточно этих свидетельств. Те кто недостаточно. Верен Слову Божью. Для них. Важно. Кто это сказал. Что. Когда. И где. Какой-то другой авторитет. Для них. Не Слово Божье. Я насчитывал. 12 табов. Иоанна Златоуса. Когда катушки были. И сегодня спрашивают. А вы могли бы отличить. Иоанна Златоуса. От какого-то еще. Где-то. Не знаю. Но. Я уже привык к этому. Потому что. Даже великие знатоки. Не могли сказать. Поэтому. Мы уже в восьмом томе. Евангелие. От иоанна Толкования. Вторая часть книги. А их 12 томов у него. Называется. Спурио. То есть. В скобках. Приписываемое. И Златоусту. Есть фразы. Очень похожи. А есть такое. Златоуст так не употреблял. Я однажды сижу. Переплетчик. Я реставратор. Сижу. Утром рано. Переплетаю книги. И в это время. Слушаю. Радио. Заграничное. И передает. То что я говорил. Я говорю. Как попало то. А потом раз. Слово одно мелькнуло. Я его не употреблял. Еще одно. А как же так. Мое. И два слова. Не мои. А в конце говорят. Зоя Александра Крахмальникова. Ох ты. Я тут же засобирался. И сразу поехал в Москву. На встречу с ней. У меня фотографии. Сохранились. Меня никто не мог убедить. Чтобы я в Америку поехал. Ну. Приглашение за приглашением идет. Оплачено. Ну. Не знаю. В каждом институте. Университете. Где я вел занятия. Выносил на общее обсуждение. Ехать. Не ехать. Зачем мне ехать туда. То что у меня есть. Больше они мне не добавят ничего. Это такое. Такая маята. Вокзалы. Аэропорты. Ой-ой-ой. Вот это ой-ой-ой. Это как раз и. И я сказал Зое Александровне. Она говорит. Поезжайте. Вы будете работать. И вас будут спрашивать. А вы ее в глаза не видали. Вот это правильно. И я тут же поехал. И уже на трапе в самолет меня с зеленой фуражки. Офицер поворачивает назад. Лапкин. Останьтесь. Да у меня билет. Билет не пропадет. Он продлится. Останьтесь. А почему? Ну. Дня два-три пройдет. Вам позвонят. Скажут. То есть проверяли. Можно меня за границу выпускать или нет. А до этого было отставляли. Всемирный совет там где был. И хорошо, что меня не отпустили. Меня могли бы отравить там как Белоусова Андрея Ремовича. Но главное, когда показывали депутаты или, как сказать, представители какой страны, СССР еще было-то, показывают место, моя фамилия, пустое кресло. А потом пришло время. В 92-м я уже там был. Власть другая пошла. Так, все, наверное. Молиться будем. Деван назначать Игнать Тихоновичу. Вот такое дело. Охо-хо. Владислав Ковалев. Здесь. Кабачев. Не ушел? Идите. Вот. Как пропоют братья. А вы сразу сотворите молитву за ними. Следом. В конце прославьте Святую Троицу. Четко и ясно произнесите Аминь. И кто с ним согласен, все говорите Аминь. Чтобы то, что он будет молиться, слова его, просьба к Богу, благодарение и славословие были вашими. Атхайдру. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Достойно есть я, кого истину, Боже, Тетя, Благородицу, Пресноблаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херувин, И славнейшую, без сравнения, Серафин, Без истления Бога славоружшую, Сущую Благородицу Тя величает. Господь многомилостивый, Благодарим Тебя за это собрание Для изучения слова Твоего Святого. Дух Святого наполнит наши сердца, Да приумножится горе Духа Святого. В нас восставлю имя Твоего, Чтобы жили мы не для себя, Но прославляли имя Твое В середине знающих Тебя, Чтобы жизнь наша не была пустой, бесцельной, Но на суде были мы оправданы. За все благодарим Тебя, Господь наш. Слава Тебе, Отец и Сын, И Святой Дух во веки. Аминь. 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 Спаси Христос. Аминь. 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 Спаси Христос. Аминь. Спаси Христос. Аллилуйя. Аминь. Спаси Христос. Благодарю за занятие. Аминь. Спаси Христос. Аминь. Спаси Христос. Продолжение следует...